Политича, США После очередного промаха Трампа украинское посольство в США попросило перестать употреблять конструкцию по Украине. Кейтлин Апреско Политича, США 1 октября 2019 года В понедельник, 30 сентября, посольство Украины в Вашингтоне публично попросило общественность перестать говорить о Украине. Эта просьба прозвучала после того, как президент США Дональд Трамп несколько раз употребил эту устаревшую конструкцию. Позвольте помочь вам употреблять слова, связанные с Украиной. Правильно, написало посольство Украины в США на своей страничке в Твиттере, отметив, что в английской языке название этой страны звучит как Украине, а не то Украине и что название столицы пишется Киев, а не Киев. Последние две недели вокруг телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от 25 июля разгорается настоящий скандал, спровоцировавший начало процедуры импичмента, в связи с чем Украина, то Украине, снова оказалась в центре всеобщего внимания. Хотя Трамп действительно виновен в употреблении этой устаревшей конструкции, он далеко не единственный публичный деятель, который добавляет к названию этой страны определенный артикль. Название этой страны уже долгое время является довольно щекотливым в политическом смысле вопросом, о чем свидетельствует лукавый тон твит украинского посольства. Это единственные политически корректные термины, которые отражают уважение к нашей стране и ее народу, отметили представители посольства, посоветовав читателям быть умнее и избегать советских клиши. В конце твита они прикрепили эмаджи скептически настроенного человечка в монокле. Конструкция этой Украине могла появиться как сокращение этой Украине ансавиет сачалист републич, примечание редакторов. Некоторые издания часто используют конструкцию этой Украине. Даже бывший президент США Барак Обама время от времени делал это после того, как Россия аннексировала Крымский полуостров в 2014 году. Во время словесной перепалки с репортерами, которая произошла во время поездки Трампа на Генеральную ассамблею ООН на прошлой неделе, президент США повторил ничем не подтвержденное обвинение в адрес байденов касательно их действий на Украине, употребив конструкцию с определенным артиклем. Сообщение, опубликованное украинским посольством в понедельник, появилось вскоре после публикации твита на страничке человека, президентству которого был нанесен очередной мощный удар, на этот раз в связи с его отношениями с Украиной. Трамп, который часто удаляет и повторно публикует свои сообщения в Твиттере, удалил твит о том, что президент Украины, ты Украине, сказал, что с моей стороны не было никакого давления на него. Спустя несколько минут Трамп вновь опубликовал этот твит, на этот раз уже без определенного артикля перед названием этой страны. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...